Привет, друзья! С вами Зажигалочка. Сегодня мы идем на улицу Гертрудос в городе Риги. 31 октября планировалось ее открытие, но ремонт по разным причинам затягивается. Орежанам так хочется опробовать любовную ложную брусчатку, посидеть на новеньких скамейках и полюбоваться высаженными растениями. Обещают закончить строительство до конца ноября. Реально ли это? Как сегодня, 15 ноября, выглядит улица? Давайте пройдемся и посмотрим. Улица Гертрудос длиной в 1962 метра впервые упоминается в рижских списках улиц в 1754 году, как улица Большая Кузнечная. В то время она называлась по-немецки. Улица несколько раз меняла свое название. В 1885 году она получила свое нынешнее название Гертрудос из-за построенной в конце улицы церкви. В 1950 году ее переименовали в честь философа Карла Маркса. И почти полвека спустя, в 1990-м, улица снова стала называться Гертрудос. Во времена Ливонской конфедерации в районе сегодняшней улицы Гертрудос находились Раунские ворота-предместе недалеко от нынешнего пересечения улиц Гертруда и Бривипос, за которыми начиналась дорога к Раунскому дворцу Рижского архиепископа. Кое-где на ней сохранились деревянные дома. Если бы Рига на рубеже XIX и XX веков не была бы богатым торговым и индустриальным городом, третьим по количеству рабочих в Российской империи, то нынешний центр Риги, в том числе и улица Гертрудос, представлял бы собой двухэтажное деревянное поселение. Но Рига богатела. В бывшем петербургском предместе, где находится улица Гертрудос, строились новые многоэтажные каменные дома в соответствии с европейской архитектурной модой, в том числе и в юген стиле. Нынешняя коалиция Рижской думы пришла к власти, обещая, что отныне Рига станет городом для людей. Реконструкция улицы – это первый реализуемый проект, направленный на эту цель. К сожалению, ремонт Гертрудос затянулся и превратился для ее жителей и бизнеса в затянувшиеся испытания. Первым ударом стали возражения Управления национального наследия. Улица Гертрудос – это историческая жемчужина, ландшафт вокруг нее нельзя так резко менять. В частности, управление было против замены булыжника, старого, и установки бетонных клумб для ограничения движения. А булыжник, кстати, привозился латышами в давние времена. Когда укладывали улицу булыжникам, то обязанность всех, кто приезжал в Ригу, была привозить камни. Дискуссии затянулись, и подготовка проекта тоже, и появились другие препятствия для его продолжения. В итоге, при реконструкции улицы Гертрудо в Риге планируется сохранить исторический вид улицы тротуара, но там, где можно будет проехать на колесах, тротуар будет отшлифован. Внешний вид уличной брусчатки будет стильным, сохраняющим исторический колорит. Поверхность улицы планируется поднять выше. Разница в высоте между тротуаром и проезжей частью составит 5 сантиметров. А также будут выделены перекрестки, что обеспечит более удобное передвижение пешеходов. Им не придется сходить с проезжей части. Затраты на реализацию данного проекта почти 1,4 миллиона евро. На улице Гертрудос много самых разных магазинчиков и кафе. Эту улицу любят рижане. Кто-то именно здесь покупает косметику, кто-то одежду, кто-то любит посидеть за чашечкой кофе или чая в здешних небольших кафешках. Важно? Важно, как топиел, а те, что порши. Как это подог? Это будет кори. И еще есть? Да, да. Я тоже люблю. Да. После просмотра моего видео советую рижанам и гостям столицы сходить погулять по этой улице и посмотреть, как она преображается. Поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Ваша зажигалочка.